У меня очень разные были периоды отношения к президенту нынешнему Владимиру Владимировичу. И вот это письмо свое, да, это удивительный сон дяди Вани, я как-то так, значит, написал, потому что там и то, и другое ощущается. Я почитал его своим студентам и задал один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, я за или против Путина? Да. Недолго думали ребята и сказали, пожалуй, все-таки за. То есть у меня, а вот сейчас я вижу в нем, он очень во время выборов дергался, нервничал. И об этом тоже написал. Ну, сейчас я вижу, что он успокоился, а главное, что у него опыт есть. И сила личности, конечно, есть. Поэтому говорят, что вокруг-то никого нет. Но маленький вопросик я все-таки тоже ему подсунул на эту тему. А почему вокруг-то нет, Владимир Владимирович? Может, потому что вы их не допускаете? А может быть, Миша Ходорковский, поработав во властных структурах, приобрел бы опыт и был бы хорошим государственным деятелем? Это ведь тоже вопрос, который, в общем, ясно, что существует такое. Мне, правда, это абсолютно не свойственно. Когда меня спрашивают, еще Стасик Ланграф был жив, мой сокурсник, не страшно ли при Ага Мерзяне, который театром руководил четверть века, не страшно ли, что тебя назначили на одну роль с Ланграфом или с Борисом Соколовым? Я говорю, абсолютно. Да ну ладно, мы знаем, что вы артисты, там у вас ревности про... Я говорю, да никакой ревности нет. Подключите голову, ребята. Стасик сыграет, как Стасик, а Ваня сыграет, как Ваня. И Борис Соколов. Так что, ребята, при чем тут это? Делайте роль, как следует, и ответьте за нее, а не думайте о соперничестве. Не тратьте силы на эту дребедень. Вот смысл-то жизни не в этом, а для некоторых только вот соперничество. Как только я вижу такого человека, сразу понимаю, бездарь, бездарь. Вот у него. Потому что вектор-то другой. Вектор другой. Совсем смысл жизни не в этом. Такой человек и преступником может стать, потому что уже ему доверия никакого нет. Он любым путем старается добиться своего. Мне это неинтересно. Вот. Поэтому, значит, вот сейчас у меня, например, такой период, что я, когда начинают при мне говорить, да, мол, эти все, и они оба там хороши в Кремле, двое этих молодых, ну, достаточно молодых для меня. Я говорю, нет, ребята, не надо так. Ну, во-первых, опыт очень много значит. Во-вторых, я даже грешным делом стал подумывать, неужели дошло до ВВ мое это письмо? Неужели ему доложили и дали почитать? И интересно, потому что я вижу, что некоторые решения как раз в русле того, о чем я с ним говорю. Вот интервью, виртуально, но, тем не менее, ответа не получил. Но ведь прогибаются местные-то власти. Они вот сдержанно ко мне относятся. И это тоже признак того, что они познакомились с письмом. Ну, так вызови, поговори. Давай открыто поговорим. Почему-то Валентина Ивановна открытую студию не, так сказать, не игнорировала, а наоборот, приветствовала. Мне кажется, прозрачность вообще в любом деле, даже ФСБ, не помешает. Одинтвнет.ру Смотрю, что хочу.